Товарищи Товарищи ребята Конечно если дома вы Они ушли куда-то И просим вас немедленно Оставить все дела Радионяня Сегодня к вам пришла Радионяня Радионяня Есть такая передача Радионяня У нее одна задача Чтоб все девчонки И все мальчишки Подружились с ней Чтоб всем ребятам Всем трулялятам Было веселей Чтоб всем ребятам Всем трулялятам Было веселей Радионяня Есть такая передача Радионяня У нее одна задача Чтоб все девчонки И все мальчишки Подружились с ней Чтоб всем ребятам Всем трулялятам Было веселей Чтоб всем ребятам Всем трулялятам Было веселей Так давай Сюда Не ударь Скорей Начинаем передачу Не торопитесь Передача начнется Через три минуты Ну тогда другое дело Что вы там притащили Мои дорогие помощники Вы же сами позвонили нам И попросили принести в студию Стиральную машину Чтобы учить ребят Стирать в ней Пришлось нести на руках Ни одно такси Не берется Вести такую здоровую Так 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 Очень хорошо Значит Тяжело было Да? Еще как Ну раз нужно Очень нужно Особенно сегодня Потому что сегодня Ведь Первый апрель Никому не верь Так что я вас разыграл Представляете Как вам обидно Будет нести эту машину Обратно Да А мы ее обратно Не понесем А что же вы ее Здесь оставите? Нет Извините Николай Владимирович Но обратно Вы ее понесете Я? Да Это интересно Почему я? Потому что это ваша машина Мы ее у вас дома взяли Ну конечно С разрешения вашей жены Так что это мы вас разыграли С первого апреля Николай Владимирович Как же это я? А? Стрелянный воробей И так попался Знакомые Не дай бог узнают Так же смеют Я вас очень прошу Друзья мои Пожалуйста Никому Не рассказывайте Ничего не выйдет Я вас разыграла Передача давно идет Первый апрель Никому не верь Я не знаю 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 И сели они на диван, а в этот день как раз из яйца цыплёнок вылупился. Да исторически, сам размером с индюка, а клюв у него как шило. И давай он этим шилом диван прокалывать, на котором дети сидели. Они как перепугаются, как закричат. Да, караул, у вас доктор в диване сидит со шприцем, уколы нам делает. Достал я цыплёнка из дивана и стал выкармливать. Молоко давал ему через соску, а назвали мы его Бобиком или Тузиком, как сейчас помню. Но что самое интересное в этой истории, это то, что недавно один мальчик в Вышнем Волочке нашёл ещё одно такое же яйцо. И кто знает, может быть, ещё один Бобик на свет появится под первое апреля. Может, вам эта история показалась странной и необычной, но ведь сегодня и день необычный. День розыгрышей – это история тоже розыгрыш. Её никогда не было. И артист Гарин не выступает сейчас перед вами, а выступает артист Геннадий Дудник. Я думаю, ребята, что сам Распалыч удивлялся не меньше, чем вы. Но он, надеюсь, на меня не обиделся, потому что он так же, как и я, любит розыгрыши. Но я хочу вам сказать, что розыгрыши должны быть добрыми, а то ведь бывают и злые. Вот, например, однажды мой сосед по парте, когда я учился в школе, прибил мои галоши гвоздями к полу. Я их надел, хотел шагнуть и шлёпнулся на пол. Ему смешно, а у меня на лбу синяк. Но я подумал, подумал и решил тоже его разыграть, но по-своему. Я взял и в следующий раз вымыл его галоши. Представляете, он приходит в школу и не узнаёт их. Где мои галоши? Кто их взял? А галоши стоят на месте и сверкают, как новые. Из школы он ушёл самым последним. Вот и я прошу вас, ребята, когда вы будете сегодня разыгрывать друг друга, старайтесь, чтобы ваши розыгрыши были смешными, весёлыми, но обязательно добрыми. До встречи. Ну, вы, конечно, узнали мелодию песенки «Хлопай, топай». Она уже звучала в радионяне. Ребята прислали нам много предложений о том, как танцевать «Хлопай, топай». Мы отобрали некоторые предложения ребят, добавили свои, и у нас получился интересный первоапрельский танец. Давайте разучим его движение. Приготовились. Встаньте прямо, топните левой, топните правою ногой. Левой, правой, левой, правой. Руки держите над головой. Хлопни раз, ещё раз. Быстро приседай сейчас. Хлопай, топай, 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 хлопай, пол руками доставай. И так далее. Все движения повторяем сначала. Вот вы и разучили новый комплекс утренней гимнастики. Надеемся, что вы, ребята, будете делать эту гимнастику ежедневно. Только, пожалуйста, не забывайте открывать форточку. Лучше танца хлопай, топай, ничего на свете нет. Только хлопай, только топай, лишь бы выдержал паркет. Эх, раз, ещё раз, целый класс спустился в пляс. Хлопай, топай, топай, хлопай, хлопай. Мы танцуем хлопай, топай, утром, днём и вечером. Лучший танец хлопай, топай, когда делать нечего. Эх, раз, ещё раз, целый класс спустился в пляс. Хлопай, топай, топай, хлопай, хлопай. Нет, ребята, счастливый нас, Ла-ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Эх, раз, ещё раз, целый класс спустился в пляс. Хлопай, топай! Топай, хлопай! Не крикай, счастливей нас! И просто слизываются языком. С этой новинкой станет легче и школьникам, и их родителям. Дневник практически вечный. С ним можно сидеть два и даже три года в одном классе. Из Уссурийской станции юных натуралистов сообщают. Здесь впервые в мире выведен новый гибридный вид домашнего животного под названием кошка-собака. Внешне она абсолютно не отличается от кошки и ничего общего с собакой не имеет. Зато каждый, кто любит собак, может водить его на поводке и брать с собой на охоту. Гениальное изобретение! Наконец-то взята еще одна научная вершина. То, что не удавалось сделать многим ученым, сделал простой школьник из поселка Доверяйска про Веряйской области. Он изобрел вечный двигатель, который состоит из 18 передачных шестеренок, кривошипно-шатунных соединений и занимает половину сарая. Вечный двигатель работает от маленького электромотора, который занимает вторую половину сарая. Антикурин. Так называется новый порошок. Порошок добавляется в сигареты. На взрослых он не оказывает никакого действия. Зато школьники после курения резко меняют внешний вид. Нос у них становится зеленым, а уши красными. Таким образом, все курильщики среди ребят будут выявлены и строго наказаны. Приятное известие. Некоторые школьники плохо знают правила пользования знаками точка с запятой и тире. Поэтому вместо точки с запятой отныне будет ставиться просто запятая с точкой над ней. А вместо тире будет ставиться обычная черточка. Правила расстановки знаков остаются прежними. Погода на завтра. Завтра ожидается жаркая, солнечная погода. Температура в тени плюс 20 градусов. На почве заморский. Ветер слабый до сильного вертикальный. Местами солнечное затмение, переходящее в лунное. И, наконец, главная новость 1 апреля. Как уже сообщалось, около деревни Апрелевка приапрелился космический корабль с марсианами. Марсиане держат путь в нашу студию. И репортаж о беседе с ними будет передаваться в конце нашей передачи. Медаль за улыбку. Ребята, из наших передач вы знаете, что лучшее средство от скуки... Лучшее лекарство от боли... Лучшая промокашка для слез... Это... Поэтому сегодня, 1 апреля, в День смеха, Радионяня вручает медали за улыбку тем, кто в 1972 году доставил ребятам самую большую радость. Мы получили 10 348 писем. И теперь точно знаем, кого ребята решили наградить медалью за улыбку. Медаль за улыбку мы взрослым вручаем, С которыми мы никогда не скучаем. За то, что они уважают ребят, И самое главное, их веселят. Медалью награждается народный артист республики Юрий Никулин. Мне это приятно, потому что, в общем, вызывать улыбку, это моя профессия. По профессии я клоун. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. Товарищ цирк, твои огни горят у входа. Зовут, зовут к себе они толпу народа. Сюда приходят малыши и деды тоже. Здесь веселятся от души, бьют ладоши. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, братцы, я иду в цирк. Награждается артист кино Савелий Краморов. Я вам желаю смеяться как можно больше. Кстати, врачи говорят, что это очень полезно. Поэтому, ребята, смейтесь на здоровье. И тогда даже в глубокой старости вам не будет грозить то место, где вдоль дороги мертвые с косами стоят и тишина. Медаль получает народный артист республики Евгений Леонов. Мне бы хотелось вам что-нибудь сыграть. Ну, может быть, это будет не так интересно. Лучше я напомню вам одну из своих ролей и спою песенку Винни-Пуха. Если я чешу в запилке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотят там и опилки, но кричалки и в опилке, а также шумелки, пыхтелки и запилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Медалью за улыбку награждается народный артист Советского Союза Аркадий Райкин. Окончательно установлено, что смех выражается следующими звуками. Ха-ха-ха. Ще-ще-ще. Щи-ще-ще. Хо-хо-хо. Да-да-да. И-гы-гы-гы. Как говорят древние турки, ай-н-цван-си-си-си. Что в переводе означает «Любезная дама, спасибо за подсказку». Далее, как известно, смех вызывается неожиданностью. Идет человек по улице. Ему неожиданно на голову падает кирпич. Смешно это или не смешно? Проблема. Нами проведено 469 опытов. В результате чего? Убит он, наповал, 7 человек. Искалечено 63. Травмировано 124. Рассмеялся один. От смеха со стулья сползает народ. Руками хватает себя за живот. Спасибо артистам театра, кино. С вами всегда нам бывает смешно. Награждается детский писатель Николай Носов. Спасибо писателю мы говорим, За книжки веселые благодарим. Поэтому славу сегодня поем, И нашу медаль за улыбку даем. Я не снимался в кино и, пожалуй, не видел своей улыбки. Это говорит заведующий кафедрой педиатрии Ереванского медицинского института доктор медицинских наук профессор Вилен Арменович Аствацатрян. Просто я по натуре, наверное, веселый человек. Иду иногда утром на работу. Дождь, хмурится погода, хмурятся лица прохожих, а мне хочется петь. Пусть идут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Итак, медалью за улыбку награждается доктор Аствацатрян. Спасибо вам, доктор, наш Аствацатрян. От всех, кто сегодня здоров и румян, Пусть в вашей больнице у всех малышей У няни, сестер, будет рот да ушей. Ребята, вот я смотрю с экрана, как вы смеетесь надо мной. И так обидно. Думаете, легко за зайцем бегать? Да из вас кто-нибудь на ежа падал, воздушный шарик глотал, трубу на голове носил. Учтите, я вас всех запомнил, кто надо мной смеялся. Вот зайца поймаю и за вас пребусь. Ребята, не бойтесь, он меня никогда не поймает. Честное зайчи. Вы, конечно, узнали зайца и волка из мультфильма. Ну, погоди. Сегодня, когда на экранах идет пятая серия мультипликационного фильма, награждаются все его создатели. Авторы, художники, артисты и режиссер. Ребята, называйте новых кандидатов на медаль за улыбку 1973 года. Радионяня ждет ваших писем. Медаль за улыбку мы взрослым вручаем, с которыми мы никогда не скучаем. За то, что они уважают ребят, и самое главное, их веселят. Внимание, внимание, дорогие друзья! Сегодня к нам в студию прибыли пришельцы из космоса. Вот они. Вы слышите их голоса? Я задам нашим гостям несколько вопросов. Специальная переводящая машина, всемирный разговорник, у нас есть такая машина, будет служить там переводчиком. Итак, задаю первый вопрос. Скажите, пожалуйста, что вам больше всего понравилось на земле? Кастрюли! Кастрюли! Позвольте, кастрюли. Интересно, а почему кастрюли? Дорогие, все, я помню, нельзя. Они больше всего похожи на нас, марсиан. Прекрасно, прекрасно. Еще один вопрос. Будьте любезны. Любимая игра ребят-марсиан? Любимая игра на пианино. Мы играем в четыре ноги. Прекрасно, в четыре ноги. А скажите, пожалуйста, есть ли на Марсе каналы, и кто их проложил? Есть каналы. Их прокладывают марсогаз и марс теплоцентраль. Они все время роют где надо и не надо, потому что все время путают трубы. Но вам этого не понять. Да, конечно, нам этого никак не понять. Будьте любезны, а сколько лет у вас учатся в школах? Десять, а второгодники двадцать. Двадцать лет? Интересно. А как ставят отметки в ваших школах? Отметки ставят из пульверизаторов. Отличников красят в фиолетовый цвет, а двоечников в белый. Этот цвет очень маркой и неудобный. Приходится часто умываться. Белодвоечников не пускают в кино, а фиолетово-пятерочников бесплатно кормят мороженым. Будьте любезны, а что вы хотите сказать нашим радиослушателям? Я помню, не забывать, что сегодня первый апрель никому не верь. Первоапрельский выпуск радионяни подготовили писатель Эдуард Успенский, композиторы Борис Савельев и Владимир Шаинский, режиссер Надежда Киселева, редактор Елена Лебедева. Вас разыгрывали народный артист РСФСР Николай Литвинов и артисты Александр Лившиц и Александр Ливенбук. Радио няня, радио няня, есть такая передача. Радио няня, радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио няня, радио няня, есть такая передача. Радио няня, радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем труля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-